Теория притяжения Андрей Малышев, ну вот это вот, вы не хотите прийти на собрание, под ссылкой в каждом ролике, под каждым роликом есть ссылки, где показано вот это вот все. Ну, Иван, ну давай покажем, вот просто запусти, пожалуйста, вот это вот опять формулы, где вот это все написано. Я на экран ссылку выведу. Андрей Малышев, это вот для вас, сейчас выведу ссылку. Ну вот, смотрите, вот две силы могут быть равны в разной ситуации, могут быть две маленькие силы навстречно направлены равны, две большие силы равны, да, в одной точке приложены. Они могут быть так, а могут вот так быть развернуты, да, в разной. Это же векторная величина, направленный отрезок, вектор это направленный отрезок, вот они разные могут быть. И результат разным бывает. В одном случае вас в канавку заталкивает, а в другом выталкивает, вырывает, вытягивает. Но для этого, чтобы понимать, надо сосредоточиться, вот так сидеть, сосредоточиться. А у вас происходит сбой программы, вы равенство уловили, но не можете понять, что равенство там может быть разное. И единичное смещение от этого равенства уже дает разный результат. Вот вы две большие силы, да, сместили вот так, да, и получился другой результат, если бы вы две маленькие сместили, да, или две по-другому направленные сместили. Результаты разные при смещении. Так вот, на равновесие влияет именно разница сил и их направленность. И получается разная схема равновесия. Вот это вот тут надо просто сосредоточиться и понять. Затолкнули вас в палату или вытянули, это разные вещи. В автобус затянули вас вот так, видишь, солдат дорогой, или просто затолкнули. Это разные силы, вы движетесь по-разному. Да, траектория одна, но схема движения силовая разная. Ой-ой-ой. Артем Брулака. Даже если вы дадите определение прямое, то есть в какой-то момент не сможете дать определение, использованных в цепочке определений понятия, это будут так называемые атомарные понятия. Когда говорит о неопределяемости математических понятий, имеют в виду, что они принимаются за атомарные, а не какие еще. А вы пользуетесь другими понятиями в качестве неопределяемых, возможно, протяженности, свою систему вы считаете лучше другой. Потому что вы, кроме поверхностных фактов, не знаете. Вот понимаете, Артем, вот недооценивать соперника, это такая, ну, люди из-за этого воина проигрывали. Я знаю столько, о чем вам в своей жизни даже не доведется когда-нибудь подумать. Вот эти пирожки, о которых вы еще сосредотачиваетесь, я уже переварил и отпустил на волю. Эти проблемы, они из разряда людей, которые не могут сосредоточиться. Вот корректное определение их дать вполне себе можно. Можно сделать так, чтобы они не были цикличны. Если вы строите правильное определение по своей структуре в хорошем подходе, во вменяемом, вы успешно дадите это определение в рамках правил, задания, дефиниции. Если какая-то дуронька не смогла сосредоточиться несмышленная и потом начала писать вот эти вот вещи подобные, которые вы прочитали и принесли сюда, транслируете, это другая проблема. Это проблема мышления млекопитающих. Все определения прекрасно задаются и как бы с этим-то проблем нет. Ну давайте, давайте попробуем. Так, ну вот заходим под фильмом, проходим по ссылке монография. И сейчас загрузится и будем читать. Так, ну вот. Используемое понятие. Геометрия. Наука о пространственных отношениях. Это, в принципе, мы ретрослируем здесь определение, классическое определение геометрии. Вот у нас есть наука математика, наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира. Тут можно написать геометрия, наука о пространственных формах действительного мира или геометрия, наука о пространственных отношениях. Мы берем и транслируем общепризнанную точку зрения. Геометрический объект, отображающий форму, абстрактная модель. Вот у нас геометрические объекты – это абстракция. Вот мы взяли, допустим, треугольник какой-то. Мы в своем воображении этот объект рисуем. Мы можем найти в нашем реальном мире какой-то треугольник, мы можем сделать его модель реальную, в реальном мире. Допустим, вырезанный из листа бумаги треугольник – это модель, реальная модель вот этой абстрактной фигуры, которую мы придумали. Тут мы можем просто среди этих объектов абстрактная модель в голове, нарисованная на бумаге, вырезанная из бумаги. Физический объект – предмет, явление, существующее в реальной действительности. Вот мышка – это физический объект, в реальной действительности она существует, расположена в пространстве, значит, это физический объект. Это понятия, которыми мы пользуемся, они необходимы для какого-то связанного мышления. Далее. Величина. Предметное, количественное выражение реальной существующей в природе физической сущности, явления объекта. Примечания физической величиной не могут являться числа, абстракции или сведения о состоянии физического объекта системы. Величина. Предметное, количественное выражение реальной, существующей в природе физической сущности. Как это вот понять? Физическая величина. Вот мы взяли вот так вот. У нас есть протяженность, да, мы можем рукой провести по пространству, да. Вот взяли, провели на столе, отмерили какое-то расстояние. Фуд. Вот это вот фуд, размер ноги, да. Фуд. Физическая величина. Локоть. Вот. Физическая величина. Реальная. Мы можем реально провести в пространстве. Протянуть палец на расстояние. Можем. Вот это вот реальная физическая величина. Она абстрактная или реальная? Она вот реальная. Вот протяженность, она реальная. А выбор части, это, ну, наш субъективный выбор. Но выбор реального куска, реальной физической протяженности, мы называем величиной, да. Мы могли выбрать величину площади, да. Могли величину объема выбрать. Это реальный объект. Величина предметное количественное выражение реальной, существующей в природе физической сущности явления объекта. Вот. Это вот величины. Литр. Вот он, литр. Литр, да. 10 сантиметров на 10, это литр. Кубометр. Вот он. Это реальные величины. Назвать их абстрактными бессмысленно. Далее. Объем. Одна из физических величин, выражающая количество умещающихся в теле в объекте единичных кубов, то есть кубов с ребром равным единице длины. Объем. Одна из физических величин. Да, вот объем в литрах, да, мы взяли кубы, ими отмерили нужный нам объем. Наличие, термин наличие, состояние существования. Вот что-то существует, значит оно в наличии. Вот мышка, состояние существования находится. Непрерывность, отсутствие границ физического явления. Вот мы протяженность рассматриваем, да, и вот у нее нет границ, да. У нас есть наличие состояния существования, есть непрерывность, отсутствие границ этого физического явления. У нас здесь нет границ, да. Если бы кончилось дальше, мы бы не смогли продолжать никаким способом. Значит, у нас непрерывность наша закончилась. Искривление, отклонение формы объекта расположенного в пространстве от прямой линейности. Искривление – это отклонение от прямой линейности. Во вторичном смысле, уже для искривленных объектов, искривление – это отклонение формы от исходного состояния. Вот у нас была какая-то кривая, мы ее еще искривили. Можем? Можем. Пожалуйста. Направление, место удаленной точки. Поставили точку, вот у нас направление. Поставили ее в другом месте, вот изменилось направление. Это простые вещи, которые мы тут даем для того, чтобы люди дальше понимали определение, дальше понимали смысл текстов, которые мы используем, которые мы даем. Протяженность. Первичное свойство пространства, определяющее в данном направлении наличие пространства как реального непрерывного физического объекта. Вот в этом направлении есть пространство, в этом экспериментально проверили есть, в этом есть, в этом есть, в любом есть. В любом есть протяженность. Протяженность – это первичное свойство пространства, оно везде есть. Все просто. Это линейная протяженность. Да, можно сделать пространственную протяженность, считать. Это просто наш выбор. Пространственная протяженность. Первичное свойство пространства, определяющее наличие во всех направлениях пространства как реального непрерывного физического объекта. Еще раз. Пространственная протяженность, первичное свойство пространства, определяющее наличие во всех направлениях пространства как реального непрерывного физического объекта. Мы использовали слово наличие. Дальше ранее дали его определение. Наличие, состояние, существование. Можно подставить. Это вот все определения, большей частью текста своем соответствуют стандартному определению энциклопедического словаря эпохи Советского Союза, когда механика у нас еще не была повреждена. У нас словари, справочная литература начала ломаться как раз только после смерти Сталина, когда в наше информационное поле стали пролазить вот эти все ландау, копиться. Они стали выпячиваться, стали ломать наши справочники. Сейчас продолжатели этого ужаса, этого жулики типа Саватеев, типа Рубаков, типа Сурдин, типа Попов. Это вот все мошенники, которые ломают. Вот точная информация записана, они ее ломают. Они ломают нашу цивилизацию, наши знания, нарушают их. Они делают подлоги, фальсификация. Линейная величина, одномерная протяженность, предметное выражение пространственной протяженности в каком-либо из направлений с ориентацией по произвольно заданной геометрической оси. Это линейная величина в любом направлении, предметное выражение пространственной протяженности. Пространственная протяженность это во все стороны. Мы выбрали предметное выражение в каком-то направлении, по какой-то оси, по какому-то из направлений. Она может быть представлена в форме прямой, это вот так вот в обе стороны, в луча в одну сторону, отрезка. Линейная величина является физическим объектом. Мы можем ее экспериментально показать. Вот она, линейная величина. Вот она, протяженность, вот отрезок. Мы показали экспериментально вам. Это реальная физическая величина. Есть люди, обманутые учебниками, которые думают, что пространство это абстракция. Ну, если бы мы находились в пространстве, мы бы сейчас были такими мультяшками, находящимися в воображении, в абстрактном пространстве. Мы же не мультяшки. Вот мы с помощью мозга можем реальное яблоко отличить от воображаемого. А вот воображаемое яблоко, да, мы его можем отличить от реального. Вот здесь будет реальное, а здесь воображаемое. Вот этим отличается абстракция от реальности. Есть люди, не способные одно от другого отличить. Но это проблемы либо мышления, либо сосредоточенности. Ничего здесь нет такого. Геометрическая ось, протяженный, не искривляющийся. Геометрический объект, поперечное сечение которого стремится к нулю. А продольная проекция на плоскость дает точку. В качестве геометрической оси могут выступать геометрические объекты. Геометрический отрезок, геометрический луч, геометрическая прямая. Тоже все просто. Отрезок, линейная величина, замкнутая, ограниченная с двух сторон. Вот отрезок мы линейную величину ограничили с двух сторон или замкнули. Вот вопрос, термин замкнутый и ограниченный, определенная путаница с этим. Но в человеческом понимании это замкнутый и ограниченный, это имеют слова синонимы. Это там, где кончается. Да, вот линия замкнутая с двух сторон, ограниченная с двух сторон. Никакая там плюс-точка, минус-точка и вот прочие вот эти мракобесные дополнительные конструкции к этому отношения не имеют. Это уже современный бессмысленный трёп. Прямая, линейная величина, не замкнутая с двух сторон, не ограниченная с двух сторон. Да, в обе стороны. Всё просто. Геометрическая прямая. Прямая линия, не замкнутый с двух сторон, протяженный, не искривляющийся. Геометрический объект, поперечное сечение которого стремится к нулю, а продольная проекция на плоскость даёт точку. Без проблем. Прямая, геометрическая. Ну, тут отдельно вводим геометрическое, то как удобно пользоваться в школе, да? В математике, в абстракции. Ну, и реальность, физика. Одна ближе к модельным представлениям, другая к реальному. Можно тут делать, что сечение равно нулю, можно стремиться к нулю как бы непринципиально для образования. Ну, если совсем строго, то можно поставить равно нулю. Ну, это так уже, детальки. Расстояние. Результат измерения. Пространственная протяжённость. Результат измерения между двумя точками. Расстояние определяется, измеряется по наикратчайшему пути, соединяющим обозначенные точки. Расстояние может быть выражено посредством линейной величины, ограниченной указанными двумя точками. Ну, вот. Расстояние две точки. Всё. Длина одна из физических величин, выражающая количество уменьшающихся на линии единичных отрезков известной протяжённости. Количество характеризует линейные одномерные объекты. Прямые либо кривые линии выражаются в линейных величинах, например, в сантиметрах и метрах. Достаточно у нас сегодня, грубо говоря. Все вот эти простые вопросы оговорены в монографии. Дальше, на основании этих простых, понятных обозначений, строится. Простая, ясная, чёткая, внятная, доказательная часть, которую за много лет никто не смог оспорить ни в одном из пунктов и не сможет оспорить. Потому что это простая, чёткая, внятная истина, правда, которую не хотят вносить наши учебники, которую прячут от людей, которые подменяют на неопределяемые понятия. Да, вот есть определяемые понятия, да, а вы тут пишите неопределяемые в учебниках. Вот в этих слабоумных странах, вот этих третисортных, люди должны быть доведены до скользкого состояния, и мы вносим им неопределяемые понятия. Мы насылаем на ваши страны безграмотность, на ваших детей безграмотность, насылаем слабоумие, рукотворное, да. И на местах ответственные будут такие подлецы, как Саватеев, доктор математических наук. Он будет носить неопределяемые понятия, пропагандировать их, будет бредятину. Рубаков, Штерн, все вот эти сволочи, они будут вам рекламировать вот эту вот оскотенивавшую вашу цивилизацию, лжеинформацию. Вот это будут носители, проводники ваш мир. Потому что они так делают. Они делают так с нашим миром, и мы видим их результат деятельности. Чем больше глупостей человек несет в области математики, физики, тем больше его восхваляют, тем больше ему дают британских премий. За британскими премиями до массовости они приносят французские, голландские, бельгийские. И пошло, и поехало. Они вот осыпают человека. И он становится у нас здесь, как у туземцев у таких, становится он какой, наверное, умный. Ой, Калмогоров, наверное, умный. Он же математик, ему дали английскую премию. А Калмогоров это вот безграмотный, ну, несмышленый такой математический, который писал чепуху. Его сделали крутым математиком. Британцы сделали у нас Калмогорова после смерти Сталина, крутым математиком. И наши зеваки такие, Калмогоров, челом бьемся, озим с разбега плашмя. Капица, да-да-да, Капица. Он ездил за Богорова, наверное, импортный какой-то светоч. Лан, да, ой-ой, этот сумасшедший тоже достоин. Вот Капица ему дает целый институт. В этом институте толпа дураков развивает вот это вот все. И оскотинивает образование. Докатили уже до такой степени, что никто... Вот все эти лжетеории не дали ни одного практического результата. Вот сто лет они вот это пиарят, и ни одного практического результата. Сволочи, издевающиеся над нашей цивилизацией. Надо вставать на защиту, надо с этим что-то делать. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok